Всем привет! С вами Ольга Сергеева и вы на канале Кинотрафик. 11 сентября жюри 78 международного венецианского кинофестиваля во главе с южнокорейским режиссером Пон Джун Хо назвали победителей 2021 года. Сегодня в выпуске речь пойдет именно о них. Премия Марчелла Мастрояни лучшему молодому актеру или актрисе досталась Филиппо Скотти, а приз большого жюри Серебряный лев были вручены Паоло Соррентино за фильм Рука Бога. Автобиографический фильм о роли футбола в судьбе режиссера рассказан в узнаваемом стиле, но, как отмечают критики, особенно искренне и без излишней манерности. А молодой актер, сыгравший режиссером молодости, большая удача и прекрасный старт карьеры. Специальный приз жюри получил также итальянский фильм Дера режиссера Микеланджело Фрамартино. Это необычайное путешествие в одну из самых глубоких пещер Северной Италии, которую предприняли молодые спелеологи. Приз за лучший сценарий получила известная американская актриса Мэгги Джилленхол, которая дебютировала на фестивале своим фильмом «Пропавшая дочь». Это из той женщины, которая, отдыхая в одиночестве на пляже, наблюдает за взаимоотношениями матери и дочери. Режиссер прекрасно адаптировала для сценария одноименный роман Элены Ферранте. Всем известно, что мамы разные нужны, мамы разные важны. Кубок Вольпии за лучшую женскую роль получила Пенелопа Круз, снова сыгравшая маму, женщину-фотографа в фильме Педро Альмадовара «Параллельные матери». С этой картины автор снова возвращается в женскую вселенную, материнство и семью, говорит о важности предков и потомков. Кубок Вольпии лучший актер получил филиппинец Джона Арсилья за свою роль в многосерийном фильме «На работе. Пропавшие восемь». Эта история за 200 минут расскажет о коррумпированных сотрудниках органов охраны правопорядка, которые используют заключенных в качестве киллеров. Главный герой-журналист пытается разузнать правду об исчезновении коллег. Серебряный лев лучшего режиссера получает Джейн Кемпион за свой фильм «Власть пса». Напряженная история противостояния двух родных братьев, которые совершенно не похожи друг на друга. А главный приз фестиваля «Золотой лев» за лучший фильм вручили француженке режиссеру Одри Диван за фильм «Происшествие». Это экранизация одноименного романа «Ани Эрно», рассказывающего об опыте юной студентки, которая пыталась сделать аборт во Франции в 1960-е, когда он был незаконным. Отметим, что данная картина абсолютно не понравилась российским критикам. А вот отечественный фильм «Капитан Волконогов» Натальи Меркуловой и Алексея Чупова, увы, остался без наград. Но это все же не остановит нас посмотреть прелюбопытнейшее кино об одном силовике в Советском Союзе 1938-го, специализирующемся на пытках заключенных, из которых нужно выбить признание в антигосударственной деятельности, который захотел таки попасть в рай. А еще поздравляем российский документальный фильм «Обходные пути» Екатерины Селенкиной, который получил приз недели кинокритики. Действие медитативной картины разворачивается на окраинах Москвы, где пока дети бегают по крышам гаражей, рабочие мигранты играют в волейбол, а активистка стоит в одиночном пикете, Денис занят своим привычным делом. Теперь нам остается дождаться всех этих интереснейших фильмов на наших экранах. А на этом у меня все, с вами была Ольга Сергеева, не забудьте подписаться на наш канал, поставить лайк и написать комментарий.